И вот два замечательных художника, выставку которых мы сегодня открываем. Их объединяет Восток и как точка, откуда они появились, Средняя Азия, Узбекистан, Самаркан, Бухара, вот эти замечательные города, откуда они появились, ну и конечно какие-то общие моменты в творчестве. Хотя один из них, Узбек Мамедов, это мастер акварели, это тончайшие акварели, второе это Сергей Павлов Апульс, мастер живописи, мастер мазка, энергетика мазка. Но конечно вот Восточный мотив их объединяет и объединяет даже где-то в каких-то элементах их творчества. Ну вот, например, огромное количество верблюдов, которые идут по пустыне, да, и вот такие же исчезающие верблюды, они на работе Павлова Апульса. Потому что, видимо, верблюд, как вот этот корабль пустыни, да, пробуждает какие-то одинаковые в художниках чувства. А может быть их одинаково учили. Поэтому вот это все очень интересно, значит, либо дополнили выставку открытки из нашего детского музея, открытки, это старые виды Самарканда, Ташкента, Бухары, дополнили очень органично. Поэтому вот такое сочетание старинных открыток, великолепных акварелей, которые написаны в Бухаре и очень интересной, замечательной живописи. В каком жанре вы работаете? В реалистической школе, но больше и персинистического такого направления. Такого центрально-азиатского. Но вот как для вас, для, в общем-то, человека с корнями совершенно, ну и западной Европы, да, вот эта страна открыла свои вот эти грани, свои глубины? Вы знаете, она больше раскрыла вот именно вот эта солнечность, вот эта теплота народа, которые вот, гостеприимство, оно более, более, как бы усилило резонанс философии, в которой пошли мои картины. Спасибо. Для вас, как для художника, Петербург, впервые в Петербурге? Да, 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 впервые, да. Как вы нашли этот город, что он для вас? Петербург меня очень впечатляет своей красотой, своим архитектурным сооружением, особенно понравилось Эрмитаж, Зимний дворец, Петергоф. Весь город очень увлекательный для меня, потому что я здесь впервые, и сам город очаровал меня своей красотой, гостеприимством. Здесь очень красиво. Часто ли бывают у вас предложения выставиться где-то, может быть, там у себя на родине или где-то в другом месте? Да, 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 конечно. Часто очень бывает выставиться в Москве, вот недавно была маленькая выставочка в Москве была, и бывает очень много предложений выставиться в Москве и в Петербурге тоже. Что для вас выставка в Петербурге? Вот это первый визит в Петербург, первая выставка в Петербурге? Это для меня новое открытие мира, для меня это вдохновение. Побывать в Петербурге для меня это очень большая честь. Я очень благодарен Бученко Татана Александровне, Тротякову Виталию Петровичу, а также Сергею Марксу, что это все организовали, помогли, поддержали меня в этом. Очень огромная благодарность моя. А вам не кажется, как для человека с Востока, привыкшего к колориту, к такому сочному, что Петербург немножко такой блеклый город? Да, 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 я когда вышел с трапа самолета, я это сразу почувствовал, здесь такой прохладный воздух и цвета здесь другие, другой колорит, здесь другое видение, потому что я попался в совершенно другой мир. Я попал как бы в сердце Европы, потому что это для меня было очень удивительно, это все прочувствовать, посмотреть, увидеть эту красоту, покататься на лодке. Но тем не менее, вот для вас, как для художника, у вас не появилось желание взять этюдник и пойти по улицам Петербурга? Я уже написал письмо из Петергофа на Финский залив. Мы когда были в Петергофе, там меня очаровал этот воздух, такой свежий, прохладный воздух, такие деревья там, и Финский залив, такая красота. Я тут же сел на камешке на берегу и там прям набрал воды и там написал такой легкий этюд, как бы запечатлеть этот колорит, понимаете, здесь колорит отличается от востока, совершенно здесь холодный оттенок цвета и богатый зеленый цвет, это просто меня вдохновило, как-то впечатлило. Я открыл здесь новый мир, впечатляет, конечно, это моя любимая тема, я люблю все старое, у меня живопись, рисунок связан с средневековой культурой, конечно, и испокон веков Петербург с Бухарой, она имела тесные связи, контакты в культурном общении, деловом, а также торговые пути были налажены между Немиром Бухарским, а также Петербургом. Я вам говорю, нет, это я же могу проциональность, какая-то не проциональность, нет? Написано на его стих. Я очень просто, да, спасибо, я совершенно не ожидал такого детального царевского подарка. В сути говорят, не выбирай место, а выбирай соседа. Какой сосед такое место? Мне Господь послал, повезло, что такое, в общем-то, альянство в одной связке с таким большим мастером большой живописи, я считаю. Это просто друг друга дополняет, то есть как бы соседство, оно наоборот усиливает резонанс восприятия живописи, то есть языка. Вот, я хочу поблагодарить Виталия Петровича Третьякова за предоставленную возможность сделать проект на этой площадке, и вот, чтобы дальнейшее сотрудничество все-таки продолжалось. Это очень великолепный день в моей жизни, что я сейчас с моими коллегами, с сайта Арнау, сколько друзей, это очень пояснилось. Хочу поблагодарить Быченко Третьяна Александровна, Третьякова, Олега Петровича Третьякова, Сергея Маркса, что они посоветовались, помогли, поддержали, чтобы организовать эту выставку. Приглашаем вас смотреть выставку, общаться, разговаривать. Здравствуйте, меня зовут Александр, я из Москвы. С Алукбеком мы знакомы уже три года, и познакомились виртуально через интернет, и с первых работ он привлек мое внимание удивительной тонкостью своих работ. Ему удается соединить в миниатюре, показать масштабность Востока, показать удивительный мир, который, в общем-то, мы россияне почти не знаем. В галерее Третьякова, в частности, духовное, насыщенное наследие Востока, это, собственно, не дань моде, а это действительно откровение, которое ждало своего сокровенного часа. За этим откровением стоит новое понимание духовного наследия, оставленного нашими дедами, нашими предками. В этом наследии мы открываем для себя новый путь, новое исследование сегодняшнего и завтрашнего дня, для того, чтобы не только не повторить ошибки прошедших лет, но чтобы получить истинный путь для возрождения духовного, культурного, национального, наконец, для сближения тех народов, с которыми мы когда-то были близко и тесно связаны. Продолжение следует...